Добрый день! Сегодня анбоксинг. Это кубик 2х2 компании Чи Мофанги Валк 2М. Все так вот красиво запаковано, полиэтилен затянута. Будем сейчас скрывать вместе. Коробочка изящная, не такая как у трешек, поменьше. Вскроем, посмотрим. Так, ну без пленочки она еще ярче. Вот так вот достается. Красивая коробочка, мне нравится. Сам кубик. В отдельном боксе. Здесь какая-нибудь, видимо, бюрократия. Тряпочка. Валк. Очень хорошо. По-моему, у Валк 3 Пауэра такая же была. Так я и ни разу не попользовался. Карточки такие вот. Мац Фолк. Ну и 4 с матцем. А и наоборот, тут что-то по-китайски, по-китайски, по-английски немножко. Ну, типа инструкции. Неплохо. Пусть будет. Но бесполезно. Куда интереснее сам кубик. Я владею практически всеми двушками. Естественно, я не стал покупать Азан Гуан от Мою. Потому что двушку я не тренирую. И я этот-то и не хотел покупать кубик. Но я посмотрел, какое там интересное строение и не смог устоять. Сейчас распакуем, сделаем тестовую сборочку. И обсудим про строение. Отличный бокс. Очень толстое стекло. Вот это не стекло, конечно, пластик. Прям мощный. Больше он не разбирается. Где-то тут прям все такое массивное. Мощно. По-моему, даже с собой удобно будет носить. Открывается и закрывается. За бокс плюс. Сам кубик. В отличие от общепринятых тенденций сейчас. В разработке головоломок. Где все уменьшают, уменьшают, уменьшают. Тот же Ган. Делали 49 мм. Стандартный размер. Он 50. А ВАУК 2. Сделали 51. Давайте это проверим. А то как АОС УБТС 1. Везде писали, что он 62 мм. На деле 61 оказался. Да. 51 мм. Как я слышал, далеко не всем этот кубик понравился. И, скажем так, из коробки он впечатление божественного какого-то кубика 2х2 не создает. Давайте сейчас уборочку сделаем. Прям такой тугой-тугой. Я бы его расслабил. Тугой, медленный. А, пока не забыл. В коробочке еще комплект пружин. Их, видимо, здесь 6 штук. И они, скорее всего, другой жесткости, как сейчас стало модно. Класть во все кубики второй комплект пружин. Ну что же, это хорошо. Возможно, с ними он будет побыстрее. Попробуем. Ну, знаете, так себе вращение. Кубик, который стоит больше 1000. 2х2. Пока не впечатляет. Сейчас сделаю одну сборку. Потом, наверное, делаю паузу. Покручу его немножко. И вернусь уже с более осознанными впечатлениями. О, скип. Давайте еще одну. Туго. Очень туго идет. Хотя, вроде, смазка блестит. Да, надо растянуть. Или, возможно, не переборщили с магнитами. Здесь в ребрах еще магниты стоят. Удачи. Ну, не знаю. Не знаю. Сейчас немножко покручу. Наверное, что. Прошло несколько дней. Я открутил соточку на этом кубике. И прихожу к выводу, что все-таки, наверное, зря я купил ВАЛК-2. Как-то он мне понравился не очень. Слишком уж он тугой. То есть, скорость вращения есть. То есть, те люди, кому очень важен контроль в кубике 2х2, наверняка оценят. Если сравнивать его с моим сейчас основным кубиком, например, Го Гуан. По Го Гуан крутится божественно легко. Не очень сильные магниты приятно контролируют процесс. И сборка лично для меня выносит удовольствие. Я не самый быстрый сборщик 2х2. Поэтому, возможно, мое суждение слишком субъективно. Но ВАЛК-2, по-моему, что-то не перемудрили. Я купил его только ради того, что увидел интересное строение. То, что ребра тоже замагничены. Строение, как у трешки. Похоже чем-то на старый Даян. Думал, вращаться будет, как трешка. Современная магнитная. Но вращается он очень туго. Смазка жидкая не помогла. Нет, можно собирать. Можно собирать быстро, наверняка. По-моему, Мацфолк на нем собирает вполне неплохо. Но, как бы, наверное, не для меня. Кубик. Ближе всего, наверное, к Вуксио. Тоже такой слегка туговатый кубик. Но он крутится гораздо легче, чем ВАЛК. У меня Вуксио как запасной. А Гуагуан как основной. Если сравнивать с последними двушками, которые вышли, тот же MGC мне понравился гораздо больше. Просто, видимо, мой стиль кручения ближе к этому. Легкие вращения. И приятный контроль от магнитов. Ну, пальцы у меня не очень ровные, поэтому так вот надо бывает. Не хочу ругать этот куб, поскольку не являюсь профессионалом в сборке 2 на 2. Но, если вы собираете примерно так же, как я, я собираюсь в пределах 6-7 секунд Фридрихом Ортегой, то, возможно, он вам тоже не очень понравится. Потому что тот же MGC мне нравится больше. Гуагуан значительно больше. Я пожалел, что его купил. Чего-то сверх уникального во вращении здесь нет. Возможно, излишний контроль от магнитов, которые расположены вот в этих реберных элементах, он был не нужен. Есть, конечно, предположение, что вот эти вот пружинки не имеют жесткость поменьше, чем те, которые установлены с завода. И с ними будет вращение как-то по-другому. Если кто-то так сделал, то расскажите в комментариях, помогло вам это или нет. Мне пока что-то не хочется экспериментировать. Конечно, его еще покручу, там сбор от 1000 точно сделаем. Но что-то пока вот не тянет. Собирать можно. Собирать можно быстро. Еще раз повторюсь. Ну, пока что-то не очень приятно. То есть он определенно лучше, чем всякие там дешевые немагнитные кубы. Но как-то туговато. Это мое личное мнение. Никому его не навязываю. Не очень люблю критично высказываться по поводу каких-то именитых брендов. Но тут что есть, то есть. Кубик хороший, но мне не понравился. Скажем так. Не судите строго. На этом все. Всем спасибо. Всем пока. Отбокс хороший. Отбокс отличный. Продолжение следует. Продолжение следует... Продолжение следует...